Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук с рабочим визитом посетил Калинковичи в плане поездки, посещение нескольких спортивных объектов, в целом знакомство со спортивной инфраструктурой и встречи с работниками физической культуры и спорта. Мы ежемесячно посещаем регионы и скажем по очереди. В прошлом месяце была Брестская область, в этом Гомельская область и место выбрали Калинковичский район, потому что в Калинковичах я еще до этого не был, поэтому выбрали Калинковича. Я внимательно ознакомился, что сегодня есть для города, есть куда двигаться дальше, есть что развивать. Хочу воочию убедиться, посмотреть на сегодня на детские и юношеские спортивные школы, потому что основа спорта это сегодня детские и юношеские спортивные школы. Посмотреть с воспризма детские и юношеские спорт на спорт высших достижений, как осуществляется подготовка резерва для разных видов спорта. Здесь и гребны на байдах, экономика, легкая атлетика, футбол, баскетбол, греко-римская борьба, поэтому для нас это направление важно. Первый в списке посещения спортивный комплекс первой средней школы. Его торжественно открыли 28 февраля этого года. По своему объему, функциональному предназначению и наличию возможностей он равен целой спортивной школе, на базе которой можно проводить не просто уроки физкультуры или тренировки по различным видам спорта, но и вполне серьезные соревнования областного и даже республиканского уровней. У учителей физкультуры есть в своей кабинете еще масса возможностей и желания работать. Специальные залы для деток с ограниченными физическими возможностями, с различными группами здоровья. Тренажерный, игровой залы, просторный теннис на шесть столов и даже выставочный зал. Сергей Ковальчук подчеркнул, олимпийские чемпионы вырастают именно в таких комплексах. Детский спорт – основа, фундамент наград высшей пробы. Еще один повод для гордости жителей Калинкович – пока стройка, но в скором времени современный стадион с искусственным покрытием. Место полноценных тренировок воспитанника второй спортивной школы. Старый стадион более 30-ти лет не видел реконструкции. Сейчас финансирование ведется из областного и местного бюджетов. Беларусьнефть оказала спонсорскую помощь. Не осталось стороне Федерация футбола. Сегодня 8 больших грузов привезли подсыпку и само покрытие. 110 на 75 метров поля укатывают строго по технологии. Обновленный стадион планируют открыть в ближайшее время. И это не единственный спортивный объект в Гомельской области. Гомельская область занимает второе место как среди, как говорится, спорта высшего, высших достижений, так и среди юниоров. Я могу сказать, не только достигает. Достигала, достигает и будет достигать в ближайшем будущем. Потому что та материальная база не только на Мозырщине, но и на Гомельщине позволяет достигать этих, на мой взгляд, успехов, которые прославляют нашу родину за границей. И в городе веет, как говорится, наш флаг. Флаг страны поднимала пловщиха Александра Герасименя. Сегодня в этом бассейне первой спортивной школы проходят республиканские турниры ее имени. А еще в нем тренировалась многократная чемпионка Беларуси по плаванию, мастер спорта Алина Змушка. В целом, резюме от министра. Калинкович и достойная площадка для будущих спортивных достижений. Материальная база есть. А с теми, кто находит в России спортивные таланты, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встречился лично, выслушав замечания, предложения учителей и тренеров Калинковичской спортивной школы. Светлана Грудько, Олег Фитстар, Телеканал Мозырь.